Всем здравствуйте! Очень рады видеть вас сегодня в нашей библиотеке. Сегодня исполняется 100 лет с того момента, как неофилологическая библиотека, будущая библиотека иностранной литературы, открыла свои двери для первых читателей. И вы, считай, первые читатели нашего нового столетия. Мы надеемся, что библиотека еще не раз отметит свой очередной сотый юбилей, 200-й, 300-й, 400-й, и что наши потомки тоже будут в нее ходить и тоже будут читать литературные на разных языках, знакомиться с разными культурами. Сегодня мы поговорим о взаимодействии этих разных культур. У нас в гостях Алиса Насрединова, киновед, киноархивистка. Она расскажет про взаимодействие зарубежного кинопроцесса и советской культуры 1920-х годов, как это все мешалось и перемешивалось. Поприветствуйте, пожалуйста, лектора. Привет. Меня зовут Алиса. Я рада, что вас так много. Я хочу поздравить иностранку с юбилеем. И, если честно, мне хотелось бы начать сегодняшнюю нашу лекцию с минуты молчания. Я бы хотела, чтобы мы почистили память жертв спецопераций, которые происходят уже месяц. Я надеюсь, что вы меня поддержите. Мне кажется, это важно. Спасибо. 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 Я думаю, мы можем начать. Иностранное кино для советского кинопроцесса, на самом деле, это очень важная вещь. Возможно, весь советский кинопроцесс 1920-х вообще был бы невозможен без иностранных фильмов. Дело в том, что с началом Гражданской войны, с началом Первой мировой войны в Россию начинает ограниченно поступать кинотехника и кинопленка. В том числе ограничивается закупка иностранных фильмов. И, в целом, прокатывать прокатчикам становится почти нечего. И с годами эта ситуация усугубляется. То есть новых фильмов не поступает. Все, что было, уже показали миллион раз. И, как бы, гражданская война и революция, собственно, усугубляют саму ситуацию внутри страны, что пленки, соответственно, не достает. Фильмы снимаются и зачастую не снимаются вообще, либо снимаются. И это всего лишь какая-то одна копия, негатив. Невозможно сделать достаточное количество позитивных копий и выпустить фильмы в прокат. И плюс национализация, да, все фильмы, кинотеатры, которые принадлежали частным прокатчикам, переходят в государство. Это практически, на самом деле, означает крах кинопроцесса рубежа веков. Ситуацию спасает новая экономическая политика, которая начинается в 1921 году. И, собственно, в первую очередь деньги в советскую кинематографию начинают поступать от кинопроката. Такая история, на самом деле, не уникальна для 20-х. Мы видим на примере истории кино, что очень часто такая механика действительно спасала наш отечественный кинопроцесс, кинопроцессы других стран, когда в своей стране фильмов либо еще нет тех, которые можно показывать, либо их еще не сняли, либо они только в производстве, наполнить прокатные сети зарубежными фильмами и тем самым получить деньги. А фильмы их смотреть хотели. Мы видим это по свидетельствам, собственно, 17-18-19-х годов, что, несмотря на то, что кинотеатры, многие из них были реквизированы, превращены в лазареты и так далее, те кинотеатры, которые были открыты, в них выстраивались очереди, так называемые хвосты, которые были сопоставимы с очередями в мясные и хлебные лавки, где скапливались люди, которые хотели посмотреть новый фильм. Соответственно, запрос в обществе на то, чтобы смотреть кино, он был, его нужно было как-то удовлетворять. Удовлетворяли за счет, в первые годы советской власти, за счет, собственно, зарубежных фильмов. И ситуация с тем, что зарубежный прокат заставлял большую долю нашего отечественного кинопроката, собственно, эта ситуация сохранялась вплоть до середины 20-х годов, и даже в 1926-1927 году зарубежных фильмов все еще было очень много. Вот я тут привожу некоторые цифры, что вот в начале 25-го года оборот Совкино. Совкино была такая компания, которая сконцентрировала в себе, монополизировала кинопрокат. Все частные прокатчики, которые с началом новой экономической политики еще на какое-то время как бы ожили, они в скором времени были сведены на нет. Весь прокат зарубежных фильмов сосредоточился в одной компании, которая называлась Совкино. Совкино занималось не только прокатом зарубежных и отечественных фильмов, безусловно, тоже, но и кинопроизводством. Мы знаем первую фабрику Совкино, вторую фабрику Совкино. Но прокат монополизировано принадлежал только им, начиная с 24-го года, собственно, с года образования Совкино. И вот мы видим, как увеличивалось количество фильмов, которые закупали, которые наполняли прокатные сети. И кинотеатры после, соответственно, с начала новой экономической политики их открывалось все больше и больше. Если в 21-м году в Москве работало всего 4 кинотеатра, то уже в 22-м, 23-м году количество кинотеатров увеличилось в десятки раз. И, ну, мне кажется, цифры весьма показательные. Мы видим, что вот начиная, в начале 25-го года было закуплено 2001 фильм, то есть находился в обороте. К концу года, это уже 3446, в 27-м году 5508 фильмов, которые одновременно находились в прокате. Я еще здесь хочу обратить внимание, что это не только новые фильмы, вообще система закупок работала таким образом, что после начала новой экономической политики различные представители, кинопромышленники поехали в Германию, поехали во Францию, в различные страны для того, чтобы закупать кино. И закупали они то, что на самом деле как бы было подешевле, потому что денег было еще не очень много. А подешевле продавали фильмы старые, соответственно, те, которые были сняты в конце 10-х годов, в начале 10-х годов. И так, например, фильм «Кабинет доктора Каллигари», про который я чуть позже скажу, который был поставлен в 20-м году, на советский экран попадает только в 23-м, три года спустя, и выглядит уже очень устаревшим. И вот эта несбалансированность, как бы в 20-е годы кинозрители видели в перемешку фильмы разных периодов, и советский кинопрокат в этом смысле не то чтобы был абсолютно синхронизирован с международным кинопрокатом. То есть многие так называемые боевики, боевик в 20-х, это такой суперкассовый, суперуспешный фильм. Они либо вообще не выходили на экраны, про них только писали в прессе, либо они выходили с большим запозданием, и более-менее синхронизация началась только где-то в середине 20-х годов, но продлился недолго, потому что к концу 20-х иностранный фильм практически исчезает. С экранов я про это тоже скажу. Вот, соответственно, 20-е экраны заполнены, запружены всеми иностранными фильмами, какие только возможно были. Но в первую очередь, конечно, американскими лентами, американскими, немецкими, французскими. Было немного датских картин, было немного итальянских картин, но по большей части это было, конечно, американское и немецкое кинопроизводство. А фильмы американского и немецкого кинопроизводства здесь некоторые вот афиши, это локализованные афиши. Иногда названия этих фильмов не совпадали с оригинальными названиями. Это, ну, как бы локализация. Мы, собственно, видим это и в наши дни. Такая практика существует. И некоторые из этих афиш были сделаны, плакатов были сделаны братьями Стенберг, очень известными, собственно, плакатистами, художниками, которые в то время много рисовали плакатов для, собственно, вот фильмов, выходивших в прокат. Вот циферка. 79% от общей суммы доходов составляли зарубежные фильмы в 25-м году. И это довольно много. И такая цифра держалась, собственно, где-то до 27-го, до 28-го года. Ну, 28-го уже, конечно, их стало меньше, но для 25-го года вполне себе актуальная картина. И, собственно, наш отечественный кинопрокат современный. В целом, не то чтобы сильно отличается от того, что было тогда. У нас тоже большую часть проката составляют зарубежные фильмы. Я думаю, если вы сейчас ходите в кинотеатры, вы почувствовали нехватку этих зарубежных картин, которые ушли, больших прокачек, которые ушли вместе со своими фильмами. И многие кинотеатры поэтому сейчас закрываются, на самом деле, ну, и будут закрываться. Я думаю, что мы вступаем в некую, оказываемся в некоторой похожей ситуации с точки зрения кинопроката. Конечно, такое количество фильмов не могло не породить киноманов. И мы привыкли думать, что для нас, скажем так, если нам вообще известен такой феномен, как синефилия, как киноманство, он в большей степени ассоциируется с французской новой волной и с тем, что во французской синематеке Анри Ланглуа показывал большое количество фильмов из своей коллекции, из коллекции своего, как бы, киноархива молодым критиком, работавшим Каюда Синема, которые впоследствии стали известными режиссерами «Новой волны», «Гадар», «Трюфо», «Шаброль», вот, в общем, все они, они выросли, как бы, их становление как кинорежиссеров во многом было сформировано на вот этой синефилии, которую поддерживал Анри Ланглуа и «Парижская синематека». На самом деле, ровно такая же ситуация была и в Советском Союзе в 20-е годы, потому что вот это огромное количество фильмов, которые хлынуло на экран в начале 20-х, и по большей части это были, ну, как я уже говорила, какие-то фильмы конца 10-х годов американские, которые часто зрители, которые приходили в кинотеатры, даже не различали их названий. Ну, то есть там был важен факт как бы просмотра зарубежной ленты, нежели какого-то акцентирования на том, что именно это за картина и кто именно ее автор. Уделять внимание этим аспектам, что это именно фильм Гриффита или это фильм... И все имена, кроме Гриффита, у меня вылетели из головы. В общем, всех великих режиссеров 20-х, они как бы, внимание именно на имена, на авторов, это более позднее явление середины 20-х годов. А в начале 20-х был важен сам момент просмотра, сам момент просмотра зарубежного кино. Их смотрели в большом количестве. И особенно в большом количестве их смотрели будущие кинорежиссеры, которые в то время, например, они только начинали входить в профессию, но вот этот кризис пленки, кризис оборудования, невозможность снимать. Как бы на некоторое время затормозило их развитие в качестве именно кинорежиссеров и киноработников и сделало их кинозрителями и кинотеоретиками. Потому что многие теории, которыми извест, собственно, советский кинематограф 20-х, монтажные теории, они были, как бы, начали формироваться как раз вот в начале 1920-х годов, в то время, когда эти будущие кинорежиссеры скорее смотрели фильмы, нежели их снимали. То есть были зрителями, нежели практикующими режиссерами. И да, я хотела рассказать такую байку, связанную как раз с киноманством, что вот среди вот этих ранних фильмов, среди тех фильмов, которые они смотрели в начале 20-х годов, большую долю составляли киносериалы. Киносериалы тоже жанр, даже не жанр, это вид фильма, который родился вовсе не с приходом Нетфликса, не с появлением Нетфликса или появлением телевидения, а это вид кино, который появился, собственно, в конце 10-х годов в Америке. И это были короткие, одна-двухчастевые, то есть это где-то минут 20 длилась одна серия. Ее показывали в кинотеатре, серии выходили с промежутком в неделю, и зрители смотрели сериалы в кинотеатре. И эти же сериалы выходили у нас в России. Соответственно, наверное, самым популярным сериалом в нашем пространстве в то время был сериал, который назывался «Тайна Нью-Йорка». «Тайна Нью-Йорка», оригинальное название у него «Злоключение Полинс», «Перл Уайт» в главной роли. Вот, собственно, афишка, плакат. И эти сериалы киноманы смотрели в захлеб. И сохранились даже воспоминания Алексея Каплера, будущего сценариста и киноработника, который в Киеве в 17-18-19 году описывал, в общем, он тогда еще был школьником, и он описывал свой опыт просмотра этого сериала, что они, значит, постоянно хотели, они очень любили этот сериал, он и его друзья, и очень хотели его посмотреть, но Киев в то время постоянно занимали то красный, то белый, то зеленый, и город, в смысле, занимали. И каждый раз, когда приходили новые хозяева города, то кинотеатр закрывался, и вот сериал, который начали показывать, его, соответственно, переставали показывать, и когда кинотеатр открывался, сериал начинали показывать заново, то есть не с того места, где остановились, а как бы заново. И Каплер все никак не мог досмотреть этот свой любимый сериал, в конце концов, он вместе с друзьями подсобрал денег, и они подкупили киномеханика, чтобы ночью прийти в кинотеатр, закрыться там, и посмотреть, значит, этот сериал целиком, наконец-то, и удовлетворить собственное любопытство. Я думаю, это как бы очень похоже на то, как мы сейчас смотрим сериалы «Бинч-вотчинг», когда можно всю ночь сидеть, смотреть новый сезон Бриджертонов или эйфории. Вот у них такая же история была с «Тайнами Нью-Йорка». И в конце концов они, то есть у них получилось досмотреть этот сериал. И это действительно было очень вовремя, потому что ровно в эту ночь, пока они сидели за крышей с кинотеатром, город заняли очередные новые, то ли красные, то ли белые, и как бы шансы такого посмотреть у них бы уже, конечно, не было. Пришлось бы снова начинать сначала. И они бы так и не узнали, чем все закончилось. Вот. И как бы если говорить про историю вот этой синефилии советской в 20-е годы, нельзя не упомянуть кинотеатр, который здесь находится в Москве. Сейчас это здание Ленкома, это Малая Дмитровка, 6. В 20-е годы там находился один из самых значимых кинотеатров вообще для Москвы. Он в 21-м году был одним из четырех кинотеатров, который продолжал работать и пользовался по большой популярностью вплоть до конца 20-х. Там показывали и все новинки, все то, что поступало в прокат, выходило обязательно на Малой Дмитровке. Мы сейчас их называем ретроспективами. Это различные фильмы дореволюционных режиссеров, которые, конечно же, как вы понимаете, дореволюционное кино это тоже, так же, как и зарубежные фильмы, это вторая категория фильмов, которая занимала большую часть советского кинопроката начала 20-х годов. То есть это фильмы, которые были сняты еще до революции, и вроде бы как идеологически странно их показывать в новом государстве при новой идеологии, но вот НЭП, собственно, спровоцировал такой странный симбиоз экономики и идеологии, их возможность сосуществования. И дореволюционные фильмы выходили, показывали в прокат, то есть их брали из старых фильмотек и выпускали в прокат заново просто для того, чтобы зрители ходили и что-то смотрели. И такие фильмы тоже шли на Малой Дмитровке, и там же шли довольно, ну, то, что мы бы сейчас назвали спецпоказом, например, там показывали французских авангардистов, которые, в общем, в широкий прокат в Советском Союзе не вышли, но на Малой Дмитровке их показали. И все это произошло благодаря совершенно потрясающему администратору кинотеатра, которого звали Михаил Бойтлер, вот он, человек на велосипеде, он был действительно велогонщиком, и он совершенно уникальная, примечательная личность, потому что он был потрясающий программер и просто потрясающий, как бы сказать, человек, который умеет заниматься промо-акциями. Он придумывал различные рекламные интеграции, различные, в общем, он расклеивал по городу афиши с ребусами, на которых можно было, ну, то есть, если ты угадаешь как бы ребус, и первым придешь в кинотеатр, тебе дадут бесплатный билет. И кинотеатр просто наводняли люди, которые хотели получить бесплатный билетик, и это работало, ну, как бы просто беспроигрышно. Также он заботился, помимо того, что он был прекрасным таким кинопредпринимателем, он был прекрасным программером, составлял потрясающие программы, он еще очень заботился о посетителях своего кинотеатра, и помимо того, что в фойе можно было играть шашки и шахматы, это было довольно распространено в 20-е годы, во многих кинотеатрах в фойе можно было поиграть шашки и шахматы, в его кинотеатре можно было играть в пинг-понг, И он даже устраивал чемпионат. И был вообще, он выдающийся человек, я считаю, кинотеатр на Малой Дмитровке. Да, вот так это, я не нашла фотографию времен, когда это было кинотеатром, это более ранняя карточка, но в целом здание было тем же. И вот мы видим афишу, которая специально была сделана для кино на Малой Дмитровке. Это фильм Вертова «Шестая часть мира». И помимо того, вот эти все потрясающие свойства Бойтлера, конечно же, привлекали в Эдкин театр всех киноманов, всех синефилов, тех самых будущих режиссеров, которые приходили. И Бойтлер разрешал им смотреть фильмы бесплатно. Это даже Пырьев, по-моему, в своих воспоминаниях назвал «зайчьим университетом», потому что все вот эти студенты только образовавшегося в ГИК, тогда он назывался иначе. Ну, в общем, все те, кто... Госкинотехнику, по-моему, назывался он 20-й, все те, кто там учился, могли приходить в кинотеатр на Малой Дмитровке. Бойтлер пропускал их бесплатно. Они садились за экраном. У них было карманное зеркальце, с которым они смотрели, получается, за экраном изображение будет видно справа, ну, то есть в зеркальном отражении, но у них было карманное зеркальце, с которым они, в общем, смотрели так, чтобы видеть все правильно. И это внесло большую лепту в то самое кинообразование, которое они получали не только в университетах, но и, собственно, вот в кинотеатре, как бы просто в больших количествах просматривая фильмы. Да, это мои любимые. И был еще перемонтаж. Фильмы, иностранные фильмы 20-х годов, которые выходили вот в большом количестве на советский экран, конечно же, не могли выйти в том виде, в котором они были созданы. Да, здесь вопрос идеологии все-таки играл большую роль, и поскольку большинство зарубежных фильмов были буржуазны по своей сути. И для того, чтобы как-то обезвредить ту идеологию, которая в них была заложена изначально, советская система кинопроизводства придумала такую историю, как перемонтаж. Что это значит? Что фильмы, которые выходили на советский экран, в той или иной степени были изменены, осовечены, так скажем. То есть у них, помимо того, что у них могли меняться названия, в них могли меняться сюжетные линии, менялись имена персонажей, фильм просто могли, как бы, некоторые куски быть изъяты, изъяты, купированы цензурой. Некоторые сюжетные линии могли быть перетасованы между собой, и на все это дело работала целая монтажная редакция. Сначала редакторы-монтажеры, так называли тех людей, которые занимались перемонтажем картин, были при прокатных конторах в самом начале 20-х. В 1924 году, собственно, с появлением Совкино и с монополизацией кинопроката, монтажная редакция обосновывается в Совкино, они сидят в одной комнатке и, собственно, готовят вот эти фильмы к выпуску в прокат. И перемонтажем занимались в эти годы на самом деле многие те же кинорежиссеры, например, братья Васильева и Сергея Георгия Васильева, которые впоследствии поставили знаменитый легендарный Чапаев, они начинали с того, что были редакторами-монтажерами зарубежных фильмов для советского киноэкрана. И на практике вот этой перемонтажа, того, что ты ручками двигаешь кадрики, смотришь, как оно будет меняться, если ты будешь переставлять с места на место, они учились монтировать. Это действительно было еще одним способом получить кинообразование, помимо вот этого синефильства. Помимо Георгия и Сергея Васильева, их перемонтажем занимались многие опоязовцы, этим занимался Шкловский. Это одна из... Как это слово-то? Шарж? Не помню, как это называется. Карикатура. Да, да, карикатура. Как выглядит фильм до монтажа и перемонтажа? Ну, кадр условный, что вот, значит, до перемонтажа надписи. Ну, речь же идет о немых фильмах, да, то есть это фильмы, у которых нет звука, нет дорожки с фонограммой, и сюжет весь поясняется, ну, как бы либо визуально за счет... Ну, мы понимаем, что происходит в кадре, либо за счет надписей, которые... интертитров, так называемых, которые были вклеены между кадрами для того, чтобы объяснять, что именно происходит в кадре. И вот, значит, до перемонтажа граф Добресак, не поморщившись, выпив свой коктейль, редактор-монтажер меняет надпись, и получается, что это уже безработный конторщик, Бресак, в отчаянии выпил яду. Ну, такого было очень много. Да, собственно, Шкловский занимался тоже перемонтажом, написал книжку про свой опыт работы в монтажной мастерской, которая называется «Моталка». Я хотела вам тоже рассказать про... Перемонтаж — это чистый анекдот, на самом деле, этой эпохи. Те свидетельства, которые сохранились... Те свидетельства, которые сохранились от этого времени, которые нам, как бы, до нас сохранили, собственно, свидетельства от этого перемонтажа, они... Все истории, они, как бы, анекдотического характера, про какую-то нелепость от того, что вот кто-то что-то поменял надпись, получилась какая-то история, которая сама с собой не вяжется, и какая-то глупость про совершенные. Понятно, что зрители все понимали, что фильм перемонтирован, часто протестовали против этого, но ничего нельзя было поделать, как бы, либо так, либо никак. Вот. И, да, еще про одну важную вещь хотел сказать. Понятно, что не то, чтобы редакторы-монтажеры хотели заниматься перемонтажом по своей воле. Это, как бы, это ситуация, в которой, да, цензура, как бы, заставляла, цензура в лице глав реперткома. Это был такой централизованный орган, который появляется, который начинает в полной мере вот работать в 24-м году, глав репертком, который либо запрещал, либо разрешал выпуск картин. В общем, для того, чтобы картину разрешили в прокат, ее нужно было перемонтировать. Поэтому редакторы-монтажеры этим занимались. В общем, там не то, чтобы это было какое-то своевольное вероломство по отношению к фильмам. Это была, как бы, часть этой государственной политики, в которую просто они были встроены по отношению к кинематографу, к прокату зарубежных фильмов. И очень... Есть несколько вот этих анекдотов, про которых я хотела рассказать. Они очень веселят. Один из них связан с фильмом «Доктор Мабузе». Это вот очень красивый плакат. «Доктор Мабузе» вышел на экран, это фильм Фрица Ланга, он вышел на экран советский сначала в своем неперемонтированном, ну, как бы адаптированном к советским реалиям, но не то, чтобы сильно перемонтированном виде. Он прошел, его показали. И где-то под конец уже вот этой прокатной его судьбы Эсфир Шуб вместе с Сергеем Эйзенштейном, Эсфир Шуб тоже, ну, это известная режиссерка 1920-х годов, она тоже занималась много перемонтажом. Ну, это было как поденщина хлеб, чтобы заработать, научиться профессии и так далее. Они вместе берутся перемонтировать фильм Фрица Ланга и называют его «Позолоченный гниль», убирают некоторые сюжетные линии, некоторые заостряют. Фильм, к сожалению, не сохранился. Сохранились только списки надписей, которые были опубликованы в таком издании, как киновические записки, если вдруг вы когда-нибудь слышали. Такой историко-теоретический журнал. И фильм в таком виде перемонтированном шел на экранах буквально две недели в каких-то окраинах кинотеатрах. Понятно, не в центральных. В центральных кинотеатрах билет в кинотеатры стоил дороже, чем в окраинах. В окраинах, в общем, его показали там две недельки и сняли. Но про это многие вспоминают. Фильм никто не видел. По списку надписей можно сделать какое-то представление, что же они там переделали и как переделали. Судя по всему, переделали довольно лихо. И помимо этого, все вспоминали случай. Я хочу вам прочитать, как Шковский в своей моталке описывает ситуацию перемонтажа, как он занимался перемонтажем. В общем, цитата. Я семь раз переделывал одну очень плохую итальянскую ленту. В ней аристократка-графиня была оклеветана перед своими возлюбленным рыбаком. Клевета была, конечно, кинематографическая. Рассказом. Я эту клевету сделал истиной, а истину сделал оправданием женщины. В итальянской ленте женщина сделалась писательницей и тыкала потом своими рукописями во всех разговаривающих. Рукописи пришлось превратить в закладные. Характер женщины был совершенно нечеловеческий и не поддавался никакой мотивировке. Пришлось сделать ее истеричной. Ну, в общем, они развлекались как могли. И очень известный тоже случай перемонтажа фильма... Как же он назывался? Фильма Гриффита «Сиротки бури», где речь шла о французской революции, где тоже за счет перемонтажа... То есть в одном... Изначально там Арбиспьер плевал в Д'Антона, а перемонтажом это превращалось в слезу, слюна превращалась в слезу на лице Д'Антона. Короче говоря, было довольно весело всем им. Да, хочется, конечно, сказать про влияние американского кино на советское. То есть большую часть этих фильмов зарубежных составляли американские киноленты. И не только потому, что американские киноленты были коммерчески более успешнее и было выгоднее прокатывать. То есть они собирали больше кассы. Но и сами закупщики, которые закупали ленты, они тоже делали больший акцент на американское, поскольку американский динамизм, американская энергия, которая как бы ассоциировалась... Ну, энергичность, динамичность, скорость, темп, ритм, все это ассоциировалось с образом такой промышленной Америки, активно развивающейся. И все это подходило для оптимистически настроенного Советского Союза. Поэтому американских лент старались покупать больше. Хотя по своей природе там были не только ленты, в которых все оптимистически развелось, там было очень много мелодрам, что сильно повлияло на актерскую школу Советского Союза, например, на фэксов. Они очень много смотрели Гриффита, на актеров, которые играли в фильмы, Гриффита, и это даже больше повлияло на них, нежели монтаж. Хотя в целом принято считать, что советский монтаж сильно повлиял американский монтаж. Ну, американцев на самом деле как таково не было какой-то специального монтажа. У них была просто очень сильная скорость и темп действия, за счет чего казалось, что все так быстро, так быстро, так быстро происходит. И советские кинематографисты очень были чувствительны к этому темпу и к этой скорости. И, собственно, в Советском Союзе появляются фильмы, в которых действия так или иначе происходят в Америке или связаны с Америкой, связаны с какими-то персонажами американскими. И самое, наверное, известное приключение мистера Веста в стране большевиков Льва Кулешова. И вот что Кулешов говорит в начале 20-х, нам не хватает сырья, дайте его нам, и вы увидите, в чем суть американского монтажа. Ну, вот, по сути, монтажа как такового там не было, там была просто скорость действия. Как талантливые наши кинонатурщики и каким знаменательным американским может казаться даже такой неамериканский город, как Москва. Конечно, как бы это был идеал, вот этот образ. Америки, который хотелось наложить на бурно развивающуюся Москву в 20-е годы. И Чарли Чаплин. Чарли Чаплин. Самый известный для советских кинематографистов представитель американского кинематографа. Они на него молились, они его обожали. И Чарли Чаплин повлиял не только на советских кинематографистов, ну, вот именно киношников, но и вообще в целом на советский авангард. Вот мы видим различные художники, так или иначе, конструктивисты, как бы считали Чаплина некой эмблемой нового времени, новой эпохи, вот того динамизма, к которому они стремились. И вот тут это кинофот, да, а это из книжки, сейчас скажу, я забыла. Так, секунду, чтобы не наврать. Это из книжки Николая Смирнова «Путешествие Чарли», вот этот разворот. Да, это кинофот Алексея Гана, художника и теоретика искусств. Собственно, вот тоже мы видим, Чарли называли Шарло, Шарло, это имя, под которым Чарли был известен во Франции, и часто тоже фильмы попадали, например, на советский экран обходными путями, в том числе, например, из Франции, вот это имя Шарло, оно пришло оттуда. Вот при всем вот этом обожании Чарли Чаплин, на самом деле, советские кинодеятели практически не видели фильмов с его участием. Это было связано как раз вот с той спецификой того, как закупались фильмы, что как бы более поздние и важные картины Чаплина советские кинематографисты не видели там, где Чаплин выступал в качестве режиссера. Они видели какие-то ранние картины, конца 10-х годов, где Чаплин все еще как бы комическая маска, но еще не совсем характер. И как бы знали про Чаплина по книгам, газетам, по каким-то статьям, по публикациям, в общем, по всеобщей одержимости киномира фигуры Чаплина, но как таковой фильмов его практически не видели. Кстати, было еще довольно много подражателей Чаплина, тех, кто как бы делал вид, что он Чаплин, но на самом деле не был Чаплином, потому что в раннем кино вот этот образ Чаплина, это была скорее маска, которой можно было также одеться, надеть такие же большие ботинки, надеть котелок, и, собственно, вот почти Чаплин, почему не Чаплин. И они знали его либо по этим ранним фильмам, либо по плохим пародиям. Из полнометражных картин видели, собственно, только малыша и парижанку. Парижанка, причем, что парижанка, фильм, который очень сильно повлиял на советских кинематографистов, но это фильм, в котором Чаплин не играет. Он там выступает в качестве режиссера, но там не появляется в качестве актера. Эта картина, кстати, была одна из немногих, которая вышла в советский прокат почти не перемонтированный, то есть не измененный. Там не было, ну, то есть с ней очень-очень деликатно обошлись. Вот. Но саму именно как бы режиссуру Чаплиновскую, то, как он развивает персонажа, как он за счет деталей, выражает характер, все это они, конечно, через Парижанку усвоили. Но это, мне кажется, довольно знаменательный факт, что Чаплина, такого зрелого, которого мы, наверное, все знаем, они не знали, будучи его современником. Да. Мне кажется, этот слайд из перемонтажа сюда отвалился, да. В общем, ну вот, цитата, собственно, Сергея Васильев, который занимался перемонтажом, он говорил, что, конечно, перемонтаж, это не только бич советского кинопроцесса, фильмы перемонтируют во всех странах, потому что, действительно, во всех странах есть цензура, во всех странах так или иначе переделали фильмы, и вообще раннее кино, в этом смысле, оно более было подвержено к тому, чтобы, то есть оно было более открыто для возможности вносить в него изменения. То есть вот эти надписи, которые часто, ну, то есть в каждой стране их переводили, ну, как бы, могли перевести на свой лад, могли чего-то упустить, могли изменить стилистику, это, конечно, ну, получается, какая-то более гибкая история, нежели в кино звуковом, то есть это специфика немого кино и раннего кино, вообще в раннем кино была такая история, что часто для разных стран придумывались различные финалы, то есть перемонтаж, как бы, как таковое изменение фильма закладывалось уже в саму картину на этапе ее создания, потому что, например, считалось, что в Германии и в Дании больше любят печальный финал, и в России, кстати, тоже, когда все плохо, все погибают, там, умирают, а, например, в Америке все любят хэппи-энд, и в зависимости от того, в какую страну будут дистрибутировать потом фильм, могли, как бы, уже на этапе создания картины, если сами создатели, как бы, занимались, готовили фильм к экспорту, они, в общем, могли вот эти, придумать различные варианты для различных стран дистрибуции. И, да, из-за того, что, вот, как бы, поток фильмов в России был не напрямую из Америки, а через европейские торгопредства, через, ну, то есть торговое представительство в Германии, во Франции, они часто попадали уже в каком-то измененном виде в Советский Союз. Это из неопубликованной статьи Сергея Васильева, которую я нашла в архиве, потому что перемонтажерам, редакторам-монтажерам, нельзя было в открытую высказываться о своей работе, поскольку это бы напрямую говорило о том, что цензура существует, а советская власть, ну, вообще советская система была устроена специфическим образом, цензура была, но про нее открыто нельзя было говорить. Самое, наверное, знаменательное событие в истории в истории отношений в общем-то советских фильмов и зарубежного кино это приезд Мэри Пикфорда и Тугласа Фэрбэнкса в Москву. Это были суперзвездные, ну, просто вот как бы, ну, я не знаю, знаете, если бы сейчас приехали, ну, вот, Брэд Питт, Анжелин Джоли, и то не собрали бы они так много любителей, так много фанатов. А Мэри Пикфорда и Туглас Фэрбэнкс были звездами американского голливудского кино. Собственно, сам феномен звезды, это штука, которая появляется тоже во второй половине 20-х, тесно связана с сериальной культурой. Они не были, именно, не прославились как звезды сериалов, но, то есть, но уже вот в 20-е годы, как бы, вот эта тема звездности, она уже распространилась не только на сериальных актеров, но и просто на голливудских актеров, Мэри Пикфорд, Дуглас Фэрбэнкс снимались в огромном количестве фильмов, приключенческих, Дуглас Фэрбэнкс, Мэри Пикфорд в таких мелодраматических и комедийных. И, конечно, про них очень много писали в советской кинопрессе, очень много, все время писали, какой, там, не знаю, какой у них особняк, какой у них дом, на какой машине они ездят, во что они одеваются, куда они ходят. И советский зритель, который, на самом деле, очень любил иностранное кино. Он не очень любил ходить на советский, на советский киновагард даже, ну вот, мне кажется, ни один, ну, мало какой фильм, вот, да, в 20-х годах отечественный мог собрать такое количество зрителей, как любой зарубежный фильм, ну, в смысле, классный зарубежный, боевик. Вот, обычные зрители очень любили ходить и смотреть на фильмы, где их не агитируют, где их не получают, а где их развлекают. И таких фильмов, все-таки, в зарубежном кино было больше. Потом, в конце 20-х, такие фильмы стали делать и в Советском Союзе, но в начале 20-х такого вообще не делали, были в основном агитпропы, то есть агитационно-пропагандистское кино, и все зрители, в общем, просто падали от вида американских звезд и вот этих фильмов, ориентированных на массовый зритель, на массовую, в которых отражалась массовая культура. И, да, и, в общем, в, сейчас, сейчас скажу, в каком году, я просто забыла. Да. Да, в 26-м году на волне вот этого всемирного успеха, они были популярны не только у нас в Советском Союзе, но и, не только в смысле в Советском Союзе, но и в Америке. На волне этого успеха они едут в такой тур по разным странам, в том числе приезжает в Советский Союз. Вот здесь как бы популярность их была столь велика, что, видите, даже выпустили «Карамель» с Дугласом Фербексом, конфеты. Это вот одна из афиш. Это вот два самых популярных фильма, «Робин Гуд» и «Багдадский вор». когда эти картины вышли на советский экран, на шестиэтажном здании Севзапкино была такая бракатная контора, бракатная организация, вывесили шестиметровую растяжку рекламную с лицом Дугласа Фербенкса. Ну, то есть, настолько это было знаменательное событие. И в 26-м году они приезжают в Советский Союз, проводят здесь где-то неделю, видятся с ключевыми кинематографистами, и их встречает просто какая-то безумная толпа на Белорусской, когда их поезд прибывает. И по мотивам их приезда снимаются два фильма. Один анимационный, другой игровой, называется «Поцелуй Мэри Пикфорд». В нем есть кусочек хроники, который мы сейчас посмотрим. И потом я предлагаю посмотреть 15-минутный анимационный фильм, он очень классный. Вот. Значит, это хроника, там, знаете, можете включить там, где... Или я должна включить? Я включаю? А где оно? На господином презентации. Ага. Господь. Сейчас. И где оно тут? Это... Прошу прощения за качество. А как? Собственно, это Дуглас Фербенкс, а это Мэри Пикфорд. Игорь Пикфорд. Пикфорд. Продолжение следует... 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 И, безусловно, немецкое кино 1920-х в первую очередь у всех ассоциируется с немецким киноэкспрессионизмом, с фильмами такими как «Кабинет доктора Каллигарии», «Руки Орлока», собственно, вот часть у Фрица Ланга тоже есть эти мотивы экспрессионистские. И вообще весь, собственно, кинематограф 20-х немецкий пронизан этими мотивами. Но так получилось, что «Кабинет доктора Каллигарии» фильм, вот этот, несколько кадриков из него, он очень примечательный, мне кажется, многим известен за счет своего просто выдающегося визуального решения, изобразительного решения. Он попадает на экраны очень поздно, в 1923 году, то есть он уже давно прошел по экранам Европы и Америки и считается хитом. Его привозят в 1923 году только в Советский Союз, выдают за такой пример конструктивистского кино, чем он, конечно же, не являлся. Это совершенно другая история, это киноэкспрессионизм, неконструктивизм. И многими кинематографистами эта картина была воспринята как не очень хорошо. Причем они считали, что, в частности, Лев Кулешов, видимо, из-за своей огромной преданности американскому кино и так называемой американщине, увлечению вообще всем американским, он очень негативно отозвался о «Кабинете доктора Каллигарии» и в целом сравнил его с дореволюционной картиной, что, мол, у нас вообще снимали даже лучше, что в этом фильме новаторского, а картину эту преподносили в прессе как абсолютно новаторскую. Был даже специально устроен такой закрытый кинопоказ, прежде чем его выпустили в прокат, устроены дебаты, участники, которые записали людей, которые даже понять не имели о том, что они должны были о чем-то там дискутировать и даже прийти на этот показ, но это типичная уловка у кинопроизводственников, которые занимались, в том числе у кинопроказчиков, которые занимались анонсированием фильмов. Но при этом связи немецкого кино с советским очень тесные. Они, как бы советские режиссеры, открещивались напрямую от влияния вот этого киноэкспрессионизма на свои фильмы. Но мы, например, видим, что когда появляется фильм «Шинель» Козинцева и Трауберга, это эскиз к ней авторства художника Евгения Яней, что он как бы абсолютно сделан под влиянием, собственно, кабинета доктора Каллигария и других фильмов немецкого киноэкспрессионизма. Но они не признавали это по причинам, связанным с политической ситуацией, потому что уже к концу 20-х годов киноэкспрессионизм был в большой связке с формальными течениями. Формализм – это то, что старались вытеснить из советского киноискусства. И борьба с формализмом была такая компания. Соответственно, как бы ассоциироваться с этим не хотелось. Они всячески открещивались от этой истории. И скорее, как бы советские кинетографисты протягивали свою линию связи с немецким искусством к живописному экспрессионизму. Например, вот у меня здесь нет картинок, но в фильме «Обломок империи» и там есть прям прямая цитата из некоторых графических работ абсолютно под большим влиянием немецкого кино сделанный фильм. Да, и как бы у зрителей при этом были очень-очень популярны типичная, поточная немецкая кинопродукция, в которой в основном были приключенческие картины. Приключенческие картины главным героем, главным режиссером и актером этих фильмов был Гарри Пиль. Человек по имени Гарри Пиль. И у Гарри Пиля было огромное количество фанаток, он был героем подростков. Вот если Дуглас Фербенкс и Мэри Пикфорд увлекали зрителей чуть постарше, молодежь, то Гарри Пиль был героем подростков. И про героем подростков, и также как и Гарри Пиль, другой немецкий актер, который вот снимался в кабинете доктора Каллигария, Конрад Фейд, он тоже был, вот фильм не особо приняли, а, например, Конрад Фейд был одним из любимых актеров советского кинозрителя. И было даже такое явление, которое называлось фейдистки. Это девушки молодые, которые одевались во все черное, и надевали блузы с высоким воротом, и как бы они таким образом напоминали героя Конрада Фейда, вот Чезаре, который ходил в фильме, был с Анамбулой. И как бы вот эти очень темные подведенные глаза, такой мрачный персонаж, в общем, образ этот был популярен. И Гарри Пиль, собственно, тоже был очень популярным актером. Вот тут я написала «Общественный суд над Гарри Пилем». Это было такое явление, которое в... Сейчас, я просто не хочу врать вам в датах, я сейчас себя перепроверю про дату. В 28-м году, да. В 28-м году был устроен общественный суд над Гарри Пилем и над Гарри Пилевщиной, так называемый. Это такая общая тяга к упадничеству, которую порицали. И порицали в первую очередь различные порторги, рабкоры и различные представители комсомольского так называемого зрителя. И, в частности, вот общество друзей советской кинематографии устроило общественный суд, где, собственно, разбирало, в чем, как бы, чем плох Гарри Пиль, почему нельзя на него походить. И во многом это было спровоцировано, ну, то есть в газете также шла массированная атака от вот этих рабочих корреспондентов на Гарри Пиля. И писали часто о случаях самоубийства, например, молодых девушек. И в этих самоубийствах обвиняли Гарри Пиля, потому что они были, ну, как бы, причина при этом, на самом деле, была какая-то довольно надуманная, потому что, ну, вот, девушки эти самоубились, и они просто очень любили фильмы с Гарри Пилем. И, значит, Гарри Пиль был виноват в том, что у них были такие упаднические настроения, что они приняли такие решения. Вот. И, собственно, это была такая попытка, как бы, откреститься от всего западного. Вот примечательность, что это происходит в 28-м году, это конец 20-х годов. Зарубежные фильмы уже к этому времени начинают потихоньку вытесняться с советских экранов, их с каждым годом начинают покупать все меньше. Это связано с определенными, собственно, с переходом к индустриализации, с тем, что, как бы, страну начинают закрывать для всяких западных влияний полностью. Как бы, там была программа, рассчитанная на 5 лет, где-то начиная с 28-го года по 32-й. Все фильмы, которые были в прокате зарубежной, должны были, как бы, постепенно из него вытесниться. И, как бы, в общем, вот эта поблажка, на которую, так скажем, уступка, на которую власть пошла во время новой экономической политики, как бы, с допуском большого количества зарубежных фильмов «Советский экран», она, как бы, начала полностью таким образом сворачиваться. И в конце 20-х годов становится очень актуальна полемика по поводу «Свой-чужой». Ну, вот, типа, зарубежные фильмы, они чужие, нам нужно показывать только свои. Вот где у нас там комсомольцы, где все, как бы, правильные, все должны быть, рабочая молодежь. В общем, вот, а это все вредно. А это все вредно. При том, что зритель это все любил, и кинопрокату все это приносило огромные, большие деньги, которые помогали развиваться советскому, еще раз, советской, советской кинопромышленности, советскому киноискусству. И если бы не большое количество вот этих вот, как раз, возможно, не самых первоклассных фильмов, наверное, ну, как бы, советскому союзу неоткуда было взять деньги для того, чтобы снять «Броненоса Потемкина», «Мать», «Землю» и так далее. И, да, собственно, в 30-е годы, в 30-е годы фильмы практически перестают закупаться. Цензурные, вот главрепертком проводит большую проверку, такой пересмотр всего, что было в прокате в 28-м году. Много чего запрещает. Вот в 32-м году все должно было уже постепенно покинуть советские краны. Этому еще способствует появление звука и переоборудование кинотеатров на, в общем, звуковой установке. И, как бы, изменившаяся система закупок, усиление цензуры централизованной. И, в общем, ряд вот этих обстоятельств, они привели к тому, что за десятилетия с 32-го по 41-й год всего было закуплено 19 картин. Представляете себе? Вот у нас там было, что за год 5000 лент купили, а за десяток лет купили всего 19 картин. И четыре из них были короткометражными. То есть, на самом деле, в 30-е годы советский зритель практически не видел ничего зарубежного и был абсолютно оторван от всего того, что происходило за пределами Советского Союза. А до того, в 20-е годы, собственно, какое-то понимание о том, как устроена жизнь на Западе, как она выглядит, что такое образ Запада у советского зрителя, как бы, которым в больших городах, конечно, большая часть людей ходила в кинотеатры и, как бы, была очень интегрирована в эту культуру кинозрительства, она узнавала, собственно, из этих фильмов про все то, что не похоже на нас. И да, вот, не знаю. Собственно, на этом моя презентация заканчивается. Мы можем посмотреть тот 15-минутный фильм. Он, напомню, сделан по мотивам, собственно, вот приезда Дугласа Фербенкса и Мэри Пикфорд. Еще раз прошу прощения за качество. Винтаж. Вот. Ну, нет, дело не в винтаже, а в том, что... Плохая копия в интернете. Вот. И да. Изначально фильм, конечно же, не мой. Так же, как эта хроника, это не мои картины. Здесь она просто озвучена. Вот для того, чтобы вам было не так скучно 15 минут смотреть на людей, которые бегают по экрану. Может, с непривычки бывает тяжеловато. Поэтому звук есть. И после киночасти у нас будет минут 10 на вопросы. Что? После киночасти у нас будет минут 10 на вопросы. Хорошо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вообще, если мы берем весь новый период, сохранилось около всего лишь 20% фильмов, которые были тогда поставлены. Это очень мало. Ну, то есть, если мы так обозреем в целом кинопродукцию той эпохи, всего сохранилось 20%. Это в целом логично, потому что фильмы хранить начали только в середине 30-х. Начали создаваться такие союзные фильмохранилища у нас здесь в Советском Союзе. Вот Госфильмофонд, который поныне существует за рубежом. И просто не было даже идеи такой поначалу у людей, что кино – это искусство, что его нужно сохранять, что нам когда-нибудь с вами захочется это посмотреть. Не только посмотреть, но и посмотреть, наверное, в каком-нибудь хорошем виде. Поэтому сохранилось мало. Перемонтированный фильм сохранился еще меньше, на самом деле. Очень небольшой. Я не смогу, как бы прям, я не считала по количеству, но этого немного. И оно, как правило, то, что сохранилось, вот эти перемонтированные копии, то есть те копии, которые с русскими вот этими прокатными надписями, они часто в очень таком обрывочном, ну, то есть поскольку это все фильмы, которые сначала были в прокате, и потом все то, что вот эти остатки из проката, то, что показали, то, что уцелело в бесконечное количество вот этих показов в кинопроекторе, а все время вот это механические повреждения, там все время тебе приходится срезать какую-то часть пленки, то какое-то там, не дай бог, возгорание, то какое-то повреждение, разрыв, то есть сам метраж фильма уменьшается, уменьшается, и иногда от некоторых фильмов совсем какие-то такие рожки до ножки остаются, и то, что это до нас доходит. Вот. Но какое-то количество фильмов есть, и при этом есть некоторые фильмы, которые сохранились только в перемонтированном виде, и только у нас. Например, больше нигде в мире они не сохранились. Ну, то есть если мы говорим про зарубежные картины. То есть, например, там прекрасная Нивернеско, если я правильно помню, Жанна Эпштейна, есть только советская прокатная копия. Больше никаких там не существует. Или вот, например, фильмы... Сейчас, кто здесь был? Ирвин Уилетт, некоторые картины тоже сохранились вот там, только в советской редакции, советской прокатной копии. И вообще в киноархивном мире, поэтому принято меняться или как бы делиться информацией о копиях, потому что вот собирают во всех разных киноархивах все то, что сохранилось, и потом создают какие-то вот эти реставрации, реконструкции, для того, чтобы у нас была возможность посмотреть фильм, хотя бы максимально приближенный к тому, что было, но это невозможно сделать. Там есть у тебя только одна копия, нужно собрать все, что сохранилось, чтобы по частичкам там собрать, подсобрать и сделать вот какую-то хорошую просмотровую копию. Спасибо за лекцию. Вопроса два. Первый. Получается, в советское кино, которое было иностранное в 20-е, оно все нелегально к нам доставлялось? И второе. А было ли это какой-то интерес к нашему кинематографу на Западе в то время? Спасибо. Да, безусловно. Нет, фильмы поставлялись легально, они покупались в этих торговых представительствах. Просто это как бы такой способ покупки был пачками. Ну, знаете, там, как бы ты не идешь купить один фильм в магазине, а ты приезжаешь и тебе, вот ты хочешь купить какой-нибудь блокбастер, ну, то, что это боевик называется, и тебе еще вдогонок там 15 других картин отсыпят, потому что, ну, как бы так формируется пакет для прокачеков, и они таким образом забирали. В 20-е годы все закупали легально, вот именно иностранное. Единственное, что те фильмы, которые были куплены до революции и принадлежали частным киновладельцам, после национализации, как бы, вот эти фильмотеки, то есть то, что принадлежало вместе оборудование, кинотеатр, короче, все подряд, оно тоже переходило в государство. И вот в этом смысле государство продолжало, как бы, этим пользоваться, уже, ну, то есть, ну, как бы на правах, ну, вот оно национализировало, и теперь это ему принадлежит, и оно показывает прокачки, что оно это как-то нелегально забрало, забрало у этих людей, как бы это уже там неважно было тогда. Но в 20-е годы нет, все покупали легально. Но иногда бывало контрабанды, правда, я читала про случаи контрабанды, когда привозили какие-то фильмы окольными путями, но это была, скорее, контрабанда, что они, как бы, не проходили через какие-то цензурные органы, чтобы, ну, вот такие потоки, они тоже были, но они плохо зафиксированы, плохо отражены. А интерес к советскому кино за рубежом он был, особенно в Германии, в Америке тоже. Была даже целая такая организация была создана, Амкино, которая занималась экспортом советских фильмов за границу, но это больше, как бы, конечно, история про 30-е, вот 20-е не так много еще фильмов экспортировалось, 30-е больше. Но интерес к фильмам был. Там интересно, что некоторые фильмы специально с нашей стороны перемонтировали, для того, чтобы иностранцы хотели их смотреть. То есть они делали их более зрительскими. И вот была такая компания Межрапомфильм, которая, собственно, вот продукция, которую создавала эта компания, ее довольно активно показывали, экспортировали на Запад. Потому что это были такие, как раз, это были фильмы, в которых был зрительский потенциал. То есть не только эта идеологическая составляющая, но и зрительский потенциал. И, ну, вот там, броненосец Потемкин, например, наш, пользовался огромным успехом в Германии. И он там также был перемонтирован для того, чтобы его старались обезвредить от его идеологической сильной заряженности. И в перемонтированном виде он там вышел, шел. В общем, как бы, тамошняя власть тоже боялась того, как сильно это может воздействовать на солдаты матросов. Поскольку, ну, собственно, приносит Потемкин, и главный сюжет – это восстание матросов. Вот, да. Нет, был, интерес был. Добрый день. Здрасте. Да, я немножечко опоздала к началу лекции, поэтому, может быть, это было уже в начале, потому что я пропустила. Но вопрос такой, а были ли в 20-е годы какие-то совместные проекты советских наших режиссеров, киноделов, и западных, европейских, американских? С американцами совместных не было бы. Даже вот этот фильм «Поцелуй Мэри Пикфорд», в котором была хроника с Мэри Пикфорд, она о ней, например, ничего не знала. Ее сняли, ну, как бы, наши кинохроникеры, потом создали фильм этот, включив в нее фрагмент с ней. И она узнала уже только там на старости лет. Собственно, вот «Гусульмафонд» отправил ей копию и сказал, что вот, представляете себе, дорогая Мэри, у нас тут после вашего приезда фильм сняли, вот, посмотрите, пожалуйста. Но, например, связи с немецкой кинематографией были довольно сильные. Были довольно сильные. Я сейчас не вспомню, прямо чтобы в копродукции были, но, в смысле, как именно это было юридически оформлено, но вот это вот влияние немецких и заказ немецких, собственно, прокачков российско-немецкие связи в 20-е годы были очень сильны, очень мощны. С точки зрения проката они были сильно развиты, прямо хорошо. И таких, в общем, я боюсь соврать, я просто не вспомню конкретно точно, сделали ли они фильмы в копродукции или это была все-таки еще не копродукция, а такая просто, типа, русские кинематографисты там приехали и поснимали. Друзья, у нас, к сожалению, не остается времени больше на вопросы. Скоро здесь начнется новое мероприятие. Но если у вас еще остались вопросы, можете в частном порядке подойти к Алисе и их задать. Давайте поблагодарим нашего лектора Алисина Срединова. Спасибо. И позвольте сказать два слова о том, что нас сейчас ждет. У нас в...